МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. В городе готовятся выпускать новые лифты. В инновационных кабинах серии К могут быть воплощены нестандартные дизайнерские решения, установлены сенсорные панели управления и светодиодное освещение нового поколения. Новые лифты будут почти бесшумными, и устанавливать их можно будет в шахты с меньшими размерами. Изготавливать их планируют на итальянской и испанской линиях. Чистые четверги в Могилёве снова стали еженедельными. Начиная со 2 марта в уборке города традиционно участвуют промышленные предприятия, организации и учебные заведения. Они приводят в порядок прилегающую территорию. За коммунальными службами остались места общего пользования. Дороги, скверы и тротуары. Сейчас дорожники чистят проезжую часть от песка. Активности в наведении порядка во дворах ждут и от жителей. Ведь весну приятно встречать с чистыми газонами и цветущими клумбами. Фотоконкурс, посвященный 750-летию города, объявили в Могилёве. Участвовать в нём могут все желающие. Для этого надо разместить фотографию в одной из популярных соцсетей и сопроводить её хэштегом «Горжу, что из Могилёва». На снимке могут быть изображены личные достижения могилевчан, достопримечательности города, да что угодно. Победитель конкурса, которого в июне определят по наибольшему количеству лайков, получит поездку на двоих в Одессу. Строительный сезон в Могилёве откроют седьмой республиканской выставкой «Дом, дача, дизайн». Участвовать в ней будут более 50 белорусских компаний и предпринимателей. Посетители смогут побывать на презентациях, получить бесплатные консультации специалистов, ознакомиться с новыми разработками и товарами строительной отрасли. Выставка «Дом, дача, дизайн» пройдёт в спорткомплексе «Олимпиад» с 9 по 11 марта. Могилёв подвёл итоги года минувшего. Признанный лучшим в стране областным центром в год культуры, город достаточно плодотворно сработал и в экономике. Каким же могилевчанам запомнится 2016-й? Первое, что запомнился, что мост у нас построили, красивый, наконец-таки. А вы были там в подземном переходе? Нет, ещё не было. Так, только приезжаю, сдалека. Говорят, там музей настоящий. Да, ну честно сказать, ещё не было. Но обязательно посетим, посмотрим. Ну, во-первых, изменились люди. Да, да, да. Они стали лучше? Они, наверное, стали лучше. Весна, добрее, улыбаются. Построек много. Там много там вот кафе там подкрывалось. Это вот да. Первого майское хорошее сделали. Ну, что ещё? У нас, в принципе, красивый, хороший город. Мне нравится наш новый мост, потому что там очень красивые львы. Но всё же двигаться вперёд в первую очередь позволяют экономические успехи. Их в прошедшем году было немало. Вырос объём промышленного производства, запасы готовой продукции сократились, а экспорт увеличился. Впервые в 2016 году Могилёв осуществил поставки товаров, к примеру, в Албанию, Вьетнам, Колумбию, Ливан и Кувейт. Конкурировать порой с ведущими производителями удаётся во многом благодаря модернизации производств. И яркий тому пример – Могилёвский завод лифтового машиностроения. Планку 1100 лифтов в месяц здесь не опускали ни разу за весь прошлый год. К странам-экспортеров лифтмаша добавились Германия и Монголия. В России Могилёвские лифты в прошедшем году по популярности вышли на первое место. 2016-й ознаменован и освоением новых видов продукции. Это лифт без машинного помещения и поэтажный эскалатор. Мы сегодня развиваемся, я думаю, на сегодняшний день это самое главное. Я думаю, что каждый работник на Могилёв-лифтмаши понимает это, и отсюда качество выпускаемой продукции. Легшая промышленная организация города, с колькостью брацующих за выше тысячи человек. Отвытое акционерное творчество Могилёв-лифтмаши. По итогам года лучшие трудовые коллективы и лучших руководителей чествовали на торжественном собрании. Переходящее знамя, как символ успешной работы, получили передовики каждой из отраслей. Среди районов города Победа у Ленинского. Победа – это наши люди, в первую очередь. Это жизнь нашего района, в целом жизнь города. Я не делю Ленинский и Октябрьский район, как сказал Владимир Михайлович, на районы не делим. Просто выполняем все свои задачи, которые поставил перед нами и президент, и наша жизнь. Привлекателен Могилёв и для инвесторов. В 2016-м началась реализация восьми новых инвестпроектов. В городе строилось жильё, создавались новые рабочие места, появлялись современные торговые объекты. С большим заделом начат 2017-й год. И это даёт большие надежды на будущее. Задача нашими промышленниками выполняется 127% январь-январу прошлого года. Надеюсь, что это даст нам сработать вот с таким вот напряжением в течение года. Дополнительно привлечь деньги в бюджет. А нам, поверьте, я думаю, все знают, что есть куда их вкладывать. Ряд новых объектов действительно приятно удивит горожан. Этот год знаковый для Могилёва. К 750-летию новыми красками заиграет парк в Подниколье. Продолжится реконструкция Минского шоссе, строительство детского сада в Казимировке. И список этот далеко не исчерпывающий. А значит, впереди ещё много работы, достижений и добрых дел для родного города. Наргиз, Ария, Океан Эльзы, Виртозы Москвы, Иосиф Кобзон, Ефим Шифрин, Джей Морс. Какие только звёзды не зажигались на Могилёвском небосклоне. И буквально зажигали на наших площадках. Юбилейный год тоже обещает множество музыкальных сюрпризов. Уже нонсируются концерты Елены Ваенги, Сургановой и Оркестра, и эстрадных долгожителей Кукрониксов. Организаторы концертов – люди суеверные, всех секретов не раскрывают. Но мы, могилевчане, не боимся помечтать о встрече с кумирами. Организаторы уже запланировали для нас множество концертов на больших и малых площадках города-именинника. А кого сами могилевчане хотели бы увидеть у нас с концертами? Белорусские исполнители? Любых. Мне нравится Жасмин. Очень нравится. Поэтому, в принципе, наверное, на сегодняшний момент только её. Песняры нравятся наши белорусские. Не мог бы вам сказать. А на концерты вообще ходите? На Шлягер куда-нибудь? Ну, на Шлягер ходила, да. Наверное, что-то из роков исполнителей. Роков исполнителей. Ария Кипелов, может быть. Саша Нема часто у нас бывает. Очень приятно его видеть. Или группа Джейморс когда-то в таких концертах участвовала. Ну, а так любые. Валерия, ещё каких-нибудь популярных супергрупп хотелось бы услышать. Но праздник – это не только музыка. Скоро в общественном транспорте Могилёва заработают исторические экскурсы о тех улицах, по которым едут пассажиры. Что здесь было? Какие здесь жили люди? Что это за здание? Кому это здание раньше принадлежало? То есть мы уже с вами, хотим мы этого или не хотим, но окунёмся в историю нашего города. В городе пройдут выставки из фондов национального художественного и русского музеев. Не будут забыты и мастера народного творчества. Их главной площадкой станет этнохутор в Зелёной роще. Здесь с наступлением тёплых дней планируют обучать народным обрядам, танцам и песням всех желающих. В этом году сделали конкурс, который будет проходить среди профессионалов, поэтов, музыкантов, скульпторов и художников. Это конкурс песни на лучшую песню о городе Могилёве. Это будет международный планер по скульптуре в камне и международный будет планер по живописи. Главное событие года – День города – пройдёт на новой площадке. «Яркое шоу» состоится на площади Ленина и будет отличаться от всего, что могилевчане видели раньше, обещают организаторы. Новое будет, новые имена будут, новые будут формы, новое будет представление истории города не в персонале, не в персонаже. Не хочется открывать полную картину, потому что только начались зародышные такие становления, как бы делается. Поэтому всё хочется, чтобы получилось, и чтобы получилось вместе, конечно, с жителями. Сейчас организаторы приглашают всех желающих могилевчан стать волонтёрами и поучаствовать во всех городских мероприятиях. Чтобы стать волонтёром, обращайтесь в могилёвский госполком и окунитесь в гущу праздничных событий лично. В могилёве премьера. Долгожданная премьера остросюжетного художественного фильма «Следы на воде». И мы встречаемся с его автором-режиссёром Александром Анатольевичем Анисимовым. Добрый день, Александр Анатольевич. С каким настроением приехали в Могилёв? С самым прекрасным. Я всегда приезжаю в Могилёв в самом лучшем настроении по причине того, что этот город у меня так же родной, как и Минск. Например, вот я стою сзади, а скульптуру, которую делал Владимир Иванович Банов, ближайший мой друг, с которым 25 лет отдружил, к большому сожалению, ушедший рано из жизни. И это связано. Фильм я здесь снимал о женском монастыре Никольском. На Туровскую осень приезжаю всегда с огромным удовольствием, потому что это мой мастер был. И этот город действительно стал родным. В частности, и поэтому официальную премьеру фильма режиссер решил отметить в Могилёве. В компании с исполнителем одной из главных ролей, белорусским актером Петром Юрченковым. 26 дней съемочный период. И меня Саша пригласил на пробу. Я сегодня попробовался, вчера прочитал сценарий, а на следующий день именно на съемку. Я еще в мозгу не мог собрать свой образ, поэтому я на площадке ходил и всех тряс. Кто я? Зачем я? Почему я? Куда я? Все работали просто. Пружина была. 4,5 месяца на постпродакшн. Времени было в обрез, но группа выложилась на все 100, чтобы фильм вышел ровно к юбилею. Столетию милиции Беларуси. Ставил абсолютно точную перед собой задачу. Очень хотелось доказать и обществу, и самому себе, что белорусский кинематограф ничуть не хуже наших ближайших соседей, россиян, литовцев. Потому что вся команда, которая работала на этой картине, белорусская, начиная от режиссера и заканчивая всеми артистами. У меня был такой соблазн прекратить московских артистов, но я просто пошел на принцип и решил, что мы сделаем, сделаем не хуже. Дядя, возьми! Павлославный, подходи! А кто пошел? Твои милые глаза Затуманила снежа Особенно хочется отметить операторскую работу и детальную проработку костюмов. Сюжет фильма основан на реальных событиях, потому перед съемочной группой стояла сверхзадача воссоздать эту самую реальность послевоенной Беларуси. Всегда именно фильмы, которые рассказывают о работе сотрудников органов внутренних дел, они всегда захватывающие, остросюжетные и смотрятся с интересом и в большинстве своем на одном дыхании. Выявить предателя на этом держится основная интрига. Присутствует любовная линия и сцены рукопашного боя фильм уже окрестили блокбастером. Своё мнение на сей счёт можно составить после просмотра в Могилёвских кинотеатрах. Могилёвчане Галина и Василий отпраздновали новоселье в декабре. Старую квартиру на юбилейном сменили на новую по улице Фатина. Сюда даже не планировали изначально. Стоял вопрос, либо в Казимировке строился дом, тоже новый Укса Могилёвска, либо здесь. Здесь просто микрорайон уже обжитый, скажем так, инфраструктура уже. Поэтому остановились на этом варианте. Павлючковый переездом в целом довольны. Самое важное семейное мероприятие прошло гладко, не считая мелких нюансов. Общая площадь 63 метра вместе с лоджией. Дом сдавался без заделки. Поэтому предъявлять какие-то качества не к чему, скажем так, было. Ни стяжки, ни пола, ни дверей. Были голые стены, там кое-как отштукатурены, ошпаклёваны. Была застеклена балконная рама. Правда, подоконника не было странно почему-то. Хотя соседние дома строились, у них подоконник был. Стоимость квадратного метра в их доме около 800 рублей. Это нижняя ценовая планка на рынке нового жилья в Могилёве на сегодняшний день. А вот ещё один пример. Строящийся кирпичный дом на проспекте Мира. Не улучшенных качеств. То есть вполне обычный. Соответственно, и квадратный метр здесь недорогой для центральной части города, уверяет нас начальник управления капитального строительства. Цена вопроса – 1123 рубля за квадрат. Здесь комнаты такие уютные, но небольшие. Вот здесь вот у нас получается, ну, наверное, квадратом 10. Квадратом 10, да. 10, да. Цена на новый квадратный метр в Могилёве сейчас варьируется от 800 до 1500 рублей, рассказали в управлении капитального строительства. Выбрать квартиру можно на информационных страницах застройщиков. У нас есть квартиры и в Ленинском, и в Октябрьском районе, но основной акцент сейчас делан на Ленинский район. По проспекту Мира у нас есть очень много предложений, и есть предложения на скульптинг. Определившись с квартирой, надо приехать в жилищный отдел организации с паспортом, написать заявление и заключить договор. Вроде бы всё просто, но деньги нужно выплатить в течение одного года. А льготных банковских кредитов, за исключением суд для некоторых категорий граждан, сейчас практически нет. Из-за этого рынок нового жилья в прошлом году несколько пошатнулся. У нас некоторые были проблемы в прошлом году по реализации имеющихся квартир. У нас на рынке только управление капстроительства было более 250 квартир. К концу года ситуация улучшилась. Порядка 90% того, что у нас было, мы продали. В этом году, на сегодняшний день, у нас имеется порядка 85 квартир. Это небольшой объём в строящихся объектах. Сейчас самый строящийся микрорайон города – Казимировка. Здесь возводят пять многоквартирных домов, один из которых совместно с китайскими партнёрами. Вместе с микрорайоном развивается и инфраструктура. У нас за спиной садик на 240 мест. Этот садик ждёт весь микрорайон. В честь 750-летия города Могилёва мы такой подарок сделаем. Управление капитального строительства обещают за год сдать в эксплуатацию 14 домов. Планируют и строительство одноквартирных типовых коттеджей. Предложить такие одноэтажные застройки могилевчанам строители готовы уже в этом году. «Говорит и показывает Могилёв». Так начинались первые трансляции областной студии. Для уверенного приёма необходима была антенна, подобно этой, и прямая видимость с телевизионной вышкой в деревне Полыковичи. Прошли годы, и сегодня могилевчанину, чтобы, к примеру, посмотреть нашу передачу на телеканале «Беларусь-4 Могилёв» уже не нужны антенны, и неважно, какой вид из вашего окна. В Могилёве шесть кабельных операторов. Пользоваться их услугами просто. Сигнал в квартиру поступает по телевизионным проводам. Но не так давно в городе стали говорить, в ближайшем будущем кабельное телевидение перестанет работать, и необходимо искать альтернативу. На самом деле это только слухи. То есть кабельное телевидение продолжает работать, как в аналоговом стандарте, так и в цифровом. То есть мы развиваемся, не стоим на месте. Кабельщики, как называют этих операторов, продолжают работать и наращивать клиентскую базу. В том числе и за счет строительства своей телепаутины в новостройках. Одна беда – получить разрешение не легче, чем провести инженерные коммуникации. У нас проблемы действительно существуют по доступу непосредственно для размещения в жилые дома, то есть для размещения нашей сети, нашего оборудования. Потому что в большинстве случаев в новых домах, где ЖО не государственной формы собственности, сложно собрать все согласования одновременно. И в итоге получается, что абоненты долго ждут нашего прихода. И, соответственно, определенное время у них неудобства, нет доступа к кабельным соединениям. Пока туда не могут зайти кабельщики, это могут сделать два других оператора, которые дают картинку с помощью эфирного и интерактивного доступа. У последнего 55 тысяч абонентов в Могилеве. И база растет, в том числе за счет технологий, недоступных по кабелю. Это интерактивное телевидение. И именно в этом слове кроется новизна и общее свойство, отличающее нас от других. Именно функция интерактивности. Возможность поставить в паузу, перемотать эфир, записать. Ну а чтобы телевидение было интересно Могилевскому зрителю, операторы постоянно следят за рейтингами каналов. Бираем какой-то дом, обзваниваем, спрашиваем, какие каналы, что вы хотели увидеть новое. Также звонки поступают от абонентов. Есть неравнодушные абоненты, которые хотят улучшить пакет. То есть предлагают свои какие-то варианты. Если действительно смотрим, что предложение рационально, или оно действительно заслуживает внимания, то мы изучаем дальше спрос, изучаем возможность покупки этого канала на территории Республики Беларусь. Также возможность приема этого канала. Потому что есть действительно, может, хорошие, отличные каналы, интересные для наших абонентов. Но технически мы не сможем его принять, потому что он находится на таком спутнике, который висит за горизонтом. И антенну мы не сможем туда поставить, ну, естественно, принять этот сигнал. Так формируются пакеты. В одном из них в народе социальном и Беларусь-4 Могилев. Здесь, то есть под каждый канал, своя, как бы, как вы сказали, коробка, да, то есть свой тюнер, сигнал мы принимаем со спутника, он спускается сюда, в эти коробки. Тюнера отсюда, он распространяется по магистральной сети уже к нашим абонентам непосредственно в жилые дома. Где Беларусь-4? Беларусь-4 находится вот здесь. То есть мы его также принимаем с антенны, ну и транслируем, соответственно, всем зрителям в общедоступном пакете. С выходом нового кодекса о культуре кабельщики вместе с дистрибьюторами отслеживают, чтобы контент не выходил за возрастные ограничения. Это значки на экранах 6+, 12+, и так далее. Операторы заранее изучают программу передач, при необходимости вносят изменения, вплоть до исключений из эфира. Ну а при получении сигнала через цифровые приставки можно пользоваться и еще одной ограничительной мерой – функцией «Родительский контроль». Она достаточно проста для настройки. И там именно по таким рейтингам можно выбирать, что смотреть, какие каналы сможет смотреть, ну, к сожалению, только пользователь пульта, так скажем, да, а какие не сможет. Как видим, телевидение в Могилеве только развивается, и ни один из операторов, будь то кабельный, эфирный или интерактивный, не собирается прекращать свою деятельность. Городские слухи растворились в мартовском тумане. А ты любишь танцевать? Ну да, можно было бы танцевать. Угу. А какой любимый танец? Ну, ломбала. Угу. Ну да, я помню. А вот я кроме танца «Маленьких утят» ничего и не знаю. Интересно, что танцуют могилевчане или какие стили танца любят? Пойдем узнаем. Поскажите, ваш любимый танец или стиль танца? Ой, мне очень нравятся бальные танцы. Да, вальс очень нравится. А за что вы любите вальс? Во-первых, он такой мелодичный, и когда танцуешь, думаешь о каком-то прекрасном, о возвышенном. Не знаю, наверное, хип-хоп. А в чем его преимущество перед другими видами танцев? Ну, может, подвижности как-то больше. Гоу-гоу. А чему? Это весело. Тогда танцевали «Твист», который уже сейчас никто не знает. Расскажите нам, ваш любимый танец или стиль танца? О, у нас танцы. Сухашвили. Кавказский танец. Ну, в основном мне нравится, как брейк-данс танцует. Сами хотели бы попробовать? Хотел бы. Или что-нибудь, может, с хип-хопом связано? Брейк-данс. Как-то это не просто танец. Это, наверное, больше чувство человек передает через танец. Мне многие нравятся танцы. Например, рок-н-ролл. Серьезно? А вы танцевали? Нет. Танго, конечно, мне очень нравится. Вальс очень нравится. Чичича очень подвижный. Самбо. Боже, ну их столько... Если человек это делает красиво, профессионально, ну, пускай даже не профессионально, но с душой, с каким-то чувством, то это уже красивый танец. За ответом на вопрос о любимых стилях могилевчан мы отправились в одну из танцевальных студий города. Коллектив Нинеллис, его основные танцевальные направления – гоу-гоу и тверк. Эти, пожалуй, самые популярные стили. Наряду с ними – дэнс-холл, вок и хип-хоп. Ну, хотят быть пластичными, хорошо двигаться на дискотеках, наверное, это основная задача. А потом уже, когда коллектив более-менее сформирован, уже все хотят и на конкурсах выступать. Во-первых, настроение повышает. Тонус – это понятно, потому что у нас растяжка в начале. Это час занятий, полчаса, естественно, мы занимаемся приведением себя в нормальную форму. Современные стили выбирает не только могилевская молодежь. Анна и Светлана – участницы коллектива Нинеллис, мама и дочь. На занятия всегда приходят вместе. А на вопрос о любимом стиле в голос отвечают – гоу-гоу. Занималась восточными танцами, слежу за фигурой, поэтому обошла все фитнес-клубы, Могилева, случайно попала к Нине. Мне мама предложила, почему бы куда-то не сходить, не развеяться как-то. На антидепрессант такой полнейший. Плохое настроение, что-то плохо, иди, занимайся, и все пройдет. Мама идет в ногу со временем и понимает мои интересы. И это нам помогает больше как-то держаться сплоченно и находить общий язык. Ну давай уже показывай свою ламбаду, как ее танцевать. Так, ламбада, рука к руке, и пятый точек, восьмерку пишем. Короче, Коля, не на что танцевать пошли. Ах, ладно, ладно. Ну, по-моему, хорошая танцовочка будет. В Могилеве концертом отметили юбилей творческой деятельности композитора и музыканта Владимира Брайловского. Полвека жизни мастера связаны с музыкой. Его мелодии разлетаются из Могилева по всей стране. Мне дороги, во-первых, те, кто исполняют мою музыку. Это все равно, что отдать своего ребенка в хорошие, надежные руки. Это не преувеличение, это действительно так. Если любят вашего ребенка, значит, вы, соответственно, относитесь к этим людям. Если любят мою музыку, это первые мои люди, которых я люблю и которые мне нужны, и которых я считаю своими людьми. Если еще это делается не по принуждению, бывает так, что иногда, ну, просто надо и надо. Есть люди, которые в моей судьбе здесь, в Могилеве, сыграли какую-то очень существенную роль. Есть люди, которые поддерживают меня в разные периоды моей жизни. Это не обязательно музыканты, но и музыканты в том числе. Рядом всегда его верная спутница и талантливый педагог вокала Людмила Брайловская. Он же бегает, он любит организовывать концерты. Это его болезнь, понимаете. Из-за этого он не пишет музыку. Вот и все. Так что он у него сел и что-то и сочинил. Откуда я знаю, как это у него возникает. Ну, возникается, придет, позовет меня, послушай. Мы познакомились в консерватории. Она была студентка вокального факультета, а я с оркестрова переходил на композиторский. У нас бы возникла такая студенческая семья. И музыка – это была наша жизнь все время. Я аккомпанировал в студии, где она преподавала. Ее ученики пели какие-то мои произведения. У нас всегда это было вместе, совместное какое-то творчество. Его семья – это в том числе и ученики, коллеги, друзья. Те, кто также предан творчеству. Потому и поздравление с юбилеем маэстро получает со всего света. Такое очень яркое качество и сразу узнаваемый – это мелодизм. У него все произведения очень мелодичные. Особенно, что касается вокальных произведений, мелодии не похожи одна на другую и очень легко запоминаются. Это говорит о очень яркой, ярко выраженной мелодии. А я считаю, для вокального произведения, особенно для вокального произведения, очень важно, чтобы оно было мелодично и удобно в исполнении. Владимир Вениаминович в Могилеве известен не только как композитор. У него прирожденный талант организовывать концерты. С удовольствием этим занимается, иногда даже в ущерб композиторству. Но такой уж он человек – горящий, неспокойный, ищущий. Вдохновение, оно есть, безусловно. Оно существует, помогает или не помогает. Но, допустим, когда тебе сказали, что завтра нужна партитура, произведение которого, а время у тебя 12 часов вместе с ночью, какое тут вдохновение? Завтра в оркестре должны быть ноты. Поэтому, наверное, все-таки, когда есть стимуляция, когда это стимулируется, тогда откуда-то приходит то, что называется вдохновением. А если ждать вдохновения, я думаю, вот ты же ничего просто не успеешь. А теперь о культурных событиях, что пройдут в Могилёве в ближайшие дни. Могилёве в ближайшие дни. Могилёве в ближайшие дни. Могилёве в ближайшие дни. Редактор субтитров А.Семкин